Соперник был серьезный, они не пропустили ни одного мяча до игры с нами. После того, как назначили сначала штрафной, потом перенесли на пенальти, получение красной карточки, играли весь второй тайм почти от обороны. Было очень тяжело, но успешно, не пропустили больше мячей. Поменялось построение, играли, получается, крайние нападающие шире, в связи с тем, что получили красную карточку, крайние нападающие при атаке сузились, а при обороне также играли широко. Но в основном больше не поменялось. При том, что мы играли в меньшинстве, мы их прессинговали, у них почти не получалось выходить из обороны. У нас были моменты, даже при том, что мы играли в меньшинстве, могли забивать, просто надо было реализовать свои моменты. Было тяжело после манежа перестроиться под игру, а сейчас намного приятнее, намного легче дышится. И не так сильно устаешь из-за того, что дышится легче. Первые стартовые матчи, что скажешь по этому отрезку? Уже 4 матча прошло, твое мнение, это впечатление? Ну, вот игра с Рухом, там на 13 секунде гол, это катастрофа. А так, тоже могли просто, если бы реализовывали свои моменты, могли выиграть и Рух, и Батэ тоже из-за ошибок пропустили мячи и проиграли. И со спутником тоже играю в меньшинстве, весь тайм. Ну, долей немного, да? Да, 3-3 матча, 3 красных карточки. Может быть, дисциплины плохо нет команды? Да нет, с дисциплиной все хорошо. Ну, в целом, в принципе, провели неплохую игру. Единственное, в первом тайме, конечно, не получалось немножко. Мы очень медленно переходили в центр поля, они доводили до линии атаки мячи быстро, поэтому немножко не получалось, то, что просили. Во втором тайме уже действовали по ситуации, все-таки на одной игрока меньше, пришлось больше обороняться, искали свои шансы в контратаках. Считаю, сыграли достойно во втором тайме. Даже могли забить. Ну, естественно, когда на одного человека, это всегда надо уносить какие-то коррективы, перестроились на игру в двухопорных. Я говорю еще раз, естественно, мы уже больше думали об обороне, поэтому здесь, как бы, результат 1-1, как бы, он, считаю, нормальный. Готовились к ним, посмотрели пару игр, то есть были готовы к этим длинным забросам на нападающих. То есть, в принципе, но соперник, хорошая команда, давно с тренерами мы общаемся и, как бы, знаем, как они играют. То есть, к игре мы были готовы, и, в принципе, если бы не удаление, я думаю, можно было бы рассчитывать и на победу. Удаление глупое, конечно. Тут два удаления у нас глупые в домашних играх. Поэтому это можно только на возраст, на то, что они очень горячие ребята. То есть, ну, в высшей лиге такое, конечно, не прощается. И дай бог, чтобы это им было хорошим уроком на будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА